Всем привет! С вами Игорь Шулешко и мы продолжаем сериал Шмео Ньюз. Погнали! Первая новость. Телеграм-канал англоязычное SEO предоставил подробный чек-лист по локальному SEO из 127 пунктов. Плюс готовые шаблоны. Миша Шакен тут говорит, что это большой лонгрид от Робби Ричардса. Размер стати такой, что устал его прокручивать. Сто пудов. Я тоже скроллил очень долго. Очень огромный мануал, очень крутой. И содержание. Есть техническое SEO, SEO и дизайн, Google My Business, репутация онлайн и отзывы. Локальная SEO-стратегия по контенту, внутренние SEO-факторы, цитирование и каталоги, какие использовать. Локальный линкбилдинг. Вот, собственно говоря, эта статья. Обратите внимание вот сюда справа. Какой просто невменяемый длинный тут ползунок. Очень много информации. Прям вот я скроллю, скроллю, скроллю и очень много. Целая книжка в рамках одного пейджа. Long, 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 long read. Поэтому, если тебе надо разобраться, как устроить, выстроить стратегию для твоего локал бизнеса, Welcome изучает здесь очень крутой подробный чек-лист. Подробнейший, я бы даже сказал. Я думаю, что имеет смысл однажды взять и сделать спецвыпуск по локальному SEO. И если вы знаете крутых специалистов по локальному SEO, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы их тегнул и собрал какой-то митап по локальному SEO. Итак, следующая новость. Это телеграм-канал Девакаток. И Сергей Кокшаров говорит, что сообщает о том, что вышла новая версия Screaming Frog. И теперь он умеет находить неполный дубль страниц и проверять орфографию с грамматикой. Программа обновилась до 13 версии и упор сделан на работу с контентом. Поиск внутренней страниц сайта, полностью дублирующих друг друга, раньше отчет незаметно находился в URL Duplicate. Поиск нечетких дублей, страниц с малым количеством контента, грамматические и отдельно орфографические ошибки. В настройках также появился дополнительный пункт «Контент», где можно задать сквозные области на сайте, которые не включают контент, чтобы не анализировать лишнее, футер, навигацию и т.д. Проверку дубликатов для индексируемых страниц или закрытых от индексации. Степень схожести страниц по умолчанию 90%. Выбрать язык контента и гибко настроить, что именно учитывать при проверке грамматики и орфографии. Орфографии поддерживают 39 языков, включая русский. Вау, круто. Я еще не кончал, я еще не делал, не обновлялся. Все проверки красиво визуализируются, чтобы было удобно работать. Также фрок теперь показывает позиции ссылки в контенте, футер, хидер и сам контент. Круто. Круто, если показывать позицию, кстати, это очень классно. Когда мы анализируем ссылки на или со страницы. А, на странице или со страницы. По умолчанию используется разметка HTML5, но можно задать настройки областей в конфиг, кастом, линк, позишн. Непонятная ранее многим вкладка протокол переименована в security и добавилась в новые фильтры, касающиеся безопасности сайта, которые полезны использовать при переезде на HTTPS. И это еще не все. Во фроге теперь можно анализировать Core Web Vitals. Блин, красавцы. Очень, очень, очень мощный апдейт. И на YouTube канале SEO без воды есть уже обзор нового Screaming Frog. Фрога, проверка всего сайта на грамматику и дубле Screaming Frog. Поэтому, если вы хотите уже посмотреть, как он работает визуально, вы можете посмотреть этот видос и уже принять решение, как использовать для своих задач. Окей, следующая новость. О, мне это понравилось. Это Саша Павлуцкий 3 июля спросил в пятницу, какой самый дорогой бесполезный софт вы покупали? И он купил Map за 700 долларов. Я в свое время купил Key Collector. Я ни разу им не пользовался, но я его купил и он у меня лежит. И до сих пор лежит, но я им не пользовался, кстати. И тут вот ребята говорят тоже, база Пастухова. Зенопостер кто-то купил, не пользовался. AllSubmitter. А какие ты покупал тулы, может быть сервисы, и которыми ты просто никогда не пользовался? Поделись, пожалуйста, в комментариях. Бесполезные SEO сервисы, либо SEO тулы. О, очень интересная новость от телеграм-канала SEO Insight. Кейс восстановления после майского апдейта. И здесь Вячеслав Варень рассказывает, что он делал. Ну и можно сразу заспойлерить. Основные причины падения трафика – это было большое количество неестественных ссылок, агрессивная реклама в мобильной версии и некоторые недостатки с настройкой SSL. Собственно, он здесь это рассказывает. После майского апдейта он рекомендует смотреть именно вот чек-лист, проверять качество обратных ссылок, обновить контент на страницах, которые затронуты, удалить тонкий контент или добавить новый полезный контент на эти страницы. Если вы видите падение CTR без соответствующего падения показа, посмотрите последние изменения на сайте, особенно те, которые могут повлиять на то, что отображается в результатах поиска, включая ваши теги title и описание мета. Однако в этом случае разумно предположить, что мы наблюдаем общее падение спроса. Тщательно проверяйте возможные технические проблемы вашего сайта, ну, скорее всего, парсите Screaming Frog'ом, либо Netpeak Spider'ом, и подумайте, от какой рекламы вы можете отказаться. А это очень интересный пункт. Я, кстати, его никогда не затрагивал, а вот Вячеслав Валерий в последнее время регулярно наставил, потому что пересмотрите, какую вы используете рекламу, как вы используете ее, насколько она агрессивна, как расположены блоки. Я никогда об этом, кстати, не задумался, а сейчас... Слава, спасибо тебе! Это классно. И что было сделано? Слава проработал ссылки, которые надо отклонить, и он использовал традиционно Majestic Trust Ratio, и в соотношении CF к TF больше трех. Плюс он посмотрел технологию АМП, и увидел, где есть рекламные, большие рекламные объявления, и при этом, наверное, они удалили. А, да, рекламные блоки впоследствии были удалены. И, как вы помните, в процессе майского апдейта Google анонсировал появление нового сигнала, опыт восприятия страницы, и, соответственно, он еще полез в HTTPS, разобрались, правильно его настроили, SSL, и вот смотрите, как было. Было, 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 бум, и подросло. На графике видно, что примерно через сутки трафик резко вырос до 10 тысяч пользователей в сутки, и сейчас он колеблется в диппозоне 5-10 тысяч пользователей в сутки. Круто! Это очень круто! Интересный кейс. О, тут тоже интересная такая новость от Игоря Рудника. Как M&A сделки помогут сделать взрывной рост сайта? Вы слышите, да, что подклеить дроп, и будет тебе счастье. Однако, не побоюсь этой сравнительной степени, пишет Игорь, наиболее сильным толчком для развития вашего сайта может быть M&A сделка. Покупка другого сайта бизнеса и последующее с ним слияние. Один из участников курса по линдбилдингу задал вопрос, который подтолкнул написать данный пост Игоря. И вот вопрос. Если мы подклеиваем 301-м редиректом к основному сайту не тематические дропы, создавая страницу, при этом новую на нашем сайте, тематичную купленному дропу, насколько траст передается всему нашему сайту от подклейки большого количества таких дропов? Вот пример. Сайт e-visa.com они купили, покупают много жирных дропов, клеят себе в блок, например, на какую-то внутреннюю страницу. И на эту страницу через 301-й редирект ссылается почти полторы тысячи доменов. Фактически это дроп, который был переклеен. Ну а я думаю, что он был куплен с аукциона или добыт еще каким-то публичным образом. Такие сделки делаются в других местах. Одна из рабочих стратегий для крупного интернет-магазина покупка локальных игроков, либо же по определенным вертикалям. Например, крупный федеральный магазин хочет нарастить свое присутствие в Самаре в сжатые сроки, покупает локальный магазин в соответствующей тематике и подклеивает его себе через 301-й редирект, либо на поддомен, либо на папку, в зависимости от иерархии сайта. И как результат быстро получаем трафик, локальные ссылки и повышаем видимость по нужным запросам. Довольно-таки хороший метод, но это, мне кажется, очень дорогой метод. То есть дропы все-таки дешевле, чем купить готовый бизнес и просто себе вклеить. Это такое мое субъективное мнение. Мне кажется, что, блин, покупать бизнес и вклеивать себе в сайт, это overpriced. Хотя все может быть. Телеграм-канал дредастая SEO. Опять поговорим про подклейки. Обычно вместо того, чтобы клепать сетку из 1000 PBN, достаточно купить один мощный дроп, подклеить на свой сайт и выйти в топы. Женя говорит, было бы все так классно, если бы оно все так отлично работало и уже была бы такая специальность, как домен-хантер вместо SEO-специалиста. Для того, чтобы подклейка домена усилила ваш сайт, не обойтись без SEO-шного бубна и выстроившихся в ряд планет. Хотя в целом большинство обходится без этого. И самый очевидный способ, это по сути сделать переезд. Вы переносите все содержимое одного домена на другой. И как вы понимаете, для подклейки этот вариант не подходит. Успехи подклейок можно было бы объяснить банальным рандомом. В целом я считаю, что в большинстве случаев рандом таки решает. Но давайте немного продумаем, какой же алгоритм передает себе вес. Самый, пожалуй, очевидный фактор, почему может не работать подклейки, это тематика. Если вы клеите магазин велосипедов к Forex сайту, то неудивительно, что вам ничего не даст. Хотя бывают успешные кейсы и их довольно много. Сто пудов. Я своими глазами видел, как в сайт одной тематики коммерческой вклеивали дропы по MP3 песням. И оно отрабатывает. Бывает и такое. То есть это нормальный рандом. Тематические дропы с большей долей вероятности будут работать лучше. Особенно если старый контент максимально близок к текущему. О чем еще мало кто задумывается, так это о качестве самих ссылок. Бинго-бонго. То, что они идут с Википедией, Форбса, других трастовых ресурсов, не говорит о том, что эти ссылки хорошие. И далеко не всегда говорит о том, что они дадут пуш вашему сайту. Фильтр старого домена. Помимо ручных санкций, существует довольно большое количество фильтров для сайта без сообщений в консоли. Проверить их наличие максимально трудно. Я бы даже сказал, нереально. Как в целом доказать, что такие фильтры могут передаваться через Redirect? Какой вывод мы можем сделать? Надо тестить. Короче, вывод. Надо тестить. Мне очень часто нравится такая тема. А как проверить, работает дроп или дроп? Давайте на конкурента подклеим, посмотрим, что происходит. И если типа конкурент начнет расти, переклеим на себя. Ну, такое, 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 ребятки. Еще одна классная новость от Ивана Полия. Как оценить профессиональный уровень SEO-специалиста? Реально крутая новость. Ваня, спасибо тебе огромное. Я сегодня уже использовал этот чек-лист при наеме человека на работу. Блин, работает класс. Спасибо тебе огромное. SEO – это профессия, где нет гарантированной технологии получения результата. А те, кто получает результат, не могут сделать исчерпывающий reverse engineering своей стратегии и понять, что сработало в плюс, а что в минус, что нейтрально. По какой же шкале тогда проводить оценку оптимизаторов? Ну да, очень сложно проводить reverse engineering, потому что ты обычно используешь кучу всяких рычагов для того, чтобы толкнуть сайт топ. Ты же не будешь там один рычаг толкнул и наблюдать, полезло, не полезло, упало, не упало. И таким вот, не знаю, черепашными шажками идти. Понятно? Сразу навалишь все стратегии, которые ты знаешь, которые сто пудов отработают. Как нужно оценить SEO-шника? Ну, тут вы посчитаете какие-то моменты. Я затронусь на основных таких моментах. Вот, например, проблемы оценки. Результат есть, а теория хромает. Результат есть, но сложно выделить вклад этого специалиста. Ну, стопудово. То есть, этот ли специалист, или, например, вообще просто контент развивается на сайте. Создана кандидатом стратегия в прошлом была хорошая, но результата не добился. Но, опять же, да. Хорошая-то значит, вы бы действовали точно так же в этой ситуации или нет. Результаты есть, но не из конкурентных нишек и странных. Результаты есть, но 3-5 лет назад. Хорошие результаты, но узкая специализация. Результаты есть, но краткосрочные. Результаты есть, но слишком большой ценой. Результаты есть, но в другом поисковике. Результаты есть, но не с нуля. Ну, реально, очень прикольно. И он здесь рассказывает уровень ответственности и правила оценки. Как бы вы можете это потом изучить, посмотреть. Очень нормальные, здравые мысли. Я хочу остановиться на следующих вещах. Какие качества мышления нужно оценивать? Скорость обучения. Сто пудов. Насколько быстро человек может разбираться в чем-то? Ну, ты ему даешь какую-то задачу, он быстро разобрался. Разобрался в новом инструменте, в новых интерфейсах и уже может это применять. Скорость распознавания закономерности. Закономерность и открытость новому опыту. Потому что бывает, человек застопорился в каком-то утверждении и в этом утверждении работает. Хотя эта тактика уже может не работать вообще абсолютно. Она когда-то там давала, 2-3 года назад. Человек до сих пор по накатам не работает. Стратегическое мышление. Скорость выполнения задач и тестирования новых идей. Понимание источников и границ своих знаний. Умение моделировать сознание других людей. И самое ценное, что здесь есть, это вопросы для оценки. Это просто гладить. Я вот сегодня реально использовал этот чек-лист, когда я общался с человеком. И Ваня, огромное тебе спасибо. Посмотрите сами вопросы. Я не буду на них останавливаться. Но реально они очень толковые. Можете уже себе записать все вопросы на мышление. То есть при найме SEO-специалистам надо понимать, как он мыслит. Не то, чем он владеет. Никакие знания у него есть. Понятно, еще очень важен опыт, чего он добился. Результат. Потому что если человек умеет добиваться результата, скорее всего он и с вами добьется результата. Но еще, и ко всему, вернее, этому очень важно его мышление. Его образ мыслей. Быстро давать определение тому или иному событию. И уметь быстро выстраивать логические цепочки. Что зачем делать, в случае чего. Спасибо огромное. Еще раз. И следующая новость это смежные навыки для SEO-специалиста. Итак, ты стал SEO-специалистом. Куда тебе расти, что тебе делать. И куда вкладывать, что вкладывать в свою голову. Веб-разработка языки программирования. Да, как минимум. Я для себя всю дорогу смотрю Python. Даже проходил курсы. Даже прошел некоторые курсы. Но применяю крайне редко. Практически никогда. Аналитика данных. Очень важный, считаю, скилл. И желательно его прокачать. Английский язык. Must have skill. Не знаешь английский. Все, застрял просто в Рунете. Знание Excel. Согласен. Очень важный скилл. Адаптивность и многофункциональность. Блин, не знаю. Сложно согласиться. Но, опять же. Может, для кого-то это круто. Ну, и как эти навыки помогут тебе в работе SEO-специалиста. Почитайте, разберитесь. Новость. WordPress запретила ссылки на коммерческие сайты из официальной документации. Как раньше было. Создаем плагин. В этом плагине проставляем ссылку на свой сайт. Что этот плагин разработан таким-то сайтом. И таким образом получали ссылку из WordPress. Все. Лавочка закрыта. Можете уже плагины под ссылки не делать. Там негодование сразу такое появилось. То есть, глава SEO-плагина Яос Джуз Девальк не согласен с новыми правилами. Он отметил, что в результате этого нововведения те компании, которые помогали WordPress, будут на тех же позициях, как и те, которые вообще ничего не сделали для платформы. А это несправедливо. Ну, в принципе, я за то, чтобы Яос SEO-плагин получил ссылку. Джузд. Оформляй петицию, я проголосую. Телеграм-канал SEO-специалист. Это да. Это вот тут реально прикольная тема. Даже в топовых агентствах не стесняются делать bullshit. Западный SEO-специалист Келос Хах. Друг семьи воспользовался услугами агентства Нила Потеля. Хорошо раскручиваемый бренд на Западе для SEO-продвижения своего сайта на протяжении целого года. И он провел аудит этого сайта. И оказалось, проделанная работа по SEO за грани ужаса, тонны чрезмерно оптимизированных анкорных текстов, ужасное SEO на странице, всего четыре ключевых слова. Сайт может попасть под фильтр. Скам-эджинси. Скам-эджинси у Нила Потеля. Согласен. Ну, многие вещи делаются на рутине. Да, есть бренд Нил Потель. И это никак не относится вообще к тому, что происходит под этим брендом. Потому что там уже несколько каких-то специалистов, которые делают. И они даже могли с Нилом Потелем за руку никогда в жизни не здороваться. Поэтому шамаемо-тамаемо. Окей. Следующая новость. Яндекс жадина-говядина. Я по-другому не могу назвать. Ну, просто Яндекс это жесть. И я очень рад. Я очень рад, что Яндекс забанили в Украине. Я просто убрал вот эту настройку знаний из своей головы. Так вот. И выкинул весь этот трэш в плане Яндекса. Потому что, в принципе, мне прикольно продвигаться под Google. Хотя у меня в команде есть специалисты, которые очень круто разбираются под Яндекс. Но вы просто зацените этот момент. Вы просто зацените. И это же не один экран. Это не один экран. Здесь как минимум раз экран, два экран, три экрана. И в них четыре сервиса Яндекса. А представьте себе еще здесь запустить контекстную рекламу на четыре позиции. И еще подсказки. А, и в подсказках у Яндекса тоже реклама. Ну, такое. Выжимает по максимуму. И Дмитрий Севальнев говорит, они, наверное, ПФ крутят. Вполне возможно. И как вишенка на тортике. Это Сио Гимн. Сила в Сио. На этом все. Если тебе понравился этот контент, подписывайся на канал. Ставь жирный лайк. Если тебе реально нравится вот этот наш сериал, донать мне на Патреон. Каждый твой доллар. Он будет меня еще больше стимулировать создать классный, качественный контент. На этом все. Увидимся. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»